Один из залов дома художника напоминает царство Лешего. С деревянных панно смотрят на посетителей герои русских народных сказок, персонажи славянской мифологии. Автор работ, пермский художник Валерий Сёмочкин, рассказывает, некоторые из этих изображений нанесены углём на бересту, затем покрыты лаком. А материалом для этих мозаичных картин стали камни, найденные у реки на дороге. Мастер говорит, природа – неиссякаемый источник творчества. Наши предки говорили, прогресс губит культуру. Однозначно. А у нас сейчас все ориентируются на американский прогресс. Телевизоры, компьютеры, телефоны – это всё вредно. А вот наши русские сказки, вы почитаете их, и вы увидите, и вы почувствуете, вы их растолкуете. Его жизненные ориентиры, мягко говоря, не современные, а порой спорные. Но художник упрямо в течение нескольких десятилетий облекает свою философию в живописные, чеканные графические образы. Эта экспозиция юбилейная. Автору недавно исполнилось 60. Я монументалист. То есть я могу делать всё и образы искать во всех техниках. Рисовать может научиться каждый. Но образы творить – это уже от Бога дано. Да. Я где-то 10 лет, ещё плюс 2 года армии потратил на то, чтобы научиться этому. И до сих пор учусь. Искусствоведы отмечают его академически точную манеру письма, умение создавать выразительные формы. На площадях Пермского дома художника экспонируется лишь малая часть работ мастера. Валерий Сёмочкин говорит, чтобы разместить все плоды его творчества, места хватит разве что в лесу. Юлия Зыкова, Александр Аксёнов, Телевизионная служба новостей.